Как шутят учителя, только им выпадает честь два раза в год отмечать Новый год, один из которых учебный. В нашем регионе практически все образовательные организации прошли приемку специальной комиссии по готовности к учебному процессу. В школах провели в порядок не только классы, но и пищеблок и столовые. Здоровое питание для успешной учебы в приоритете. Уже хорошо зарекомендовал себя так называемый президентский завтрак. Об этом шла речь на заседании экспертов педагогического сообщества по внесению предложений в проект народной программы партии «Единая Россия». Сейчас с нового учебного года мы планируем кормить детей начальной школы бесплатными обедами. Не завтраками, а обедами. Объясняем почему. Потому что родители высказывают о том, что ребенка все-таки не отпускают, как правило, в школу не покормивши. И, собственно, он такой полноценный завтрак с горячим блюдом плохо съедает. А вот к обеду, вроде бы, потому что в школе предусмотрена и внеурочка, и дальше занятие дополнительного образования, у ребенка есть такая потребность. Директор городской среднеобщеобразовательной школы номер 27 Андрей Чичуков считает, что в развитии качества образования большую роль играет поддержка и дополнительного образования. Совершенствование внеурочки и продленок является большим подспорьем воспитанию учащихся. Ну, в целом, в нашей школе мы ориентируемся как на художественное направление, так и на научно-техническое творчество. У нас существуют и кружки по прототипированию робототехники. Но, в свою очередь, мы не забываем и про спортивное направление. У нас действуют и секции по футболу, и по волейболу, и по баскетболу, даже по регби. Депутат Ульяновской городской думы Алсу Айзатулина считает, что для получения хорошего и качественного образования важно создавать комплекс условий, в которые входит и благоприятное состояние здания образовательного учреждения, и штат учителей, и организация отдыха во внеурочной деятельности. Ну, вот буквально два дня назад я была в 43-й школе, которую мы, собственно, сделали с нуля, оставили только стены. Посмотрите, какая красота получилась, и какое оборудование сейчас там будет завезено, и какие интересные направления именно в обучении будут в этой школе. Партия «Единая Россия» намерена выйти со списком инициатив граждан, касающихся качественного образования, на федеральный уровень. Среди приоритетных направлений – капремонт образовательных организаций с полноценным учебным оборудованием и созданием комфортных условий для учеников.